Сегодня второй день нашего пребывания в Пангосинане. Мы наконец-то хорошо выспались и у нас больше энергии для новых приключений. В прошлой серии мы провели наш первый незабываемый день на Филиппинах. Познакомились с семьей Дарлин и впервые попробовали балут. Сегодня утром приехала вторая сестра Дарлин, Глорелин. Сейчас она помогает маме стирать одежду. Соседка Аты, Ясмин, продает крабов. Мама Дарлин купила килограмм, чтобы мы попробовали. Они все еще живые и шевелятся. В этой части Пангосинана больше говорят Найлакана, диалекте распространенном в северном Лусоне. Но они также могут говорить на тагальском и пангосиненсе. Дарлин говорит и на тагальском, и на Илакана. Удивительно, что в такой маленькой стране, как Филиппины, существует более 150 языков и различных диалектов. И иногда филиппинцы не понимают друг друга. Мама Лин мыла крабов, а Глорелин готовила их для нашего завтрака. Мама Лин мыла, а Глорелин готовила их для нашего завтрака. Они продолжали стирать одежду вручную, а после этого искупали кловера. Мама собрала мусор, но ей сказали бутылки не надо выбрасывать, потому что их можно сдать в магазин. Да, потому что это 5 песо. А, 5 песо. Я дам вам 5 песо, а это не бутылки. 1 бутылка 5 песо. А, как в советское время. Можно сдать бутылки и получить за одну бутылку 5 песо обратно. А это уже деньги. На 5 песо можно купить мороженое. Когда вы покупаете пиво или безалкогольные напитки здесь на Филиппинах, магазин берет с вас депозит, который может составлять от 5 до 10 песо. Они вернут вам этот депозит, когда вы вернете им бутылки. Этот человек продает разные фрукты с фермы. И мы решили что-нибудь купить. Эти ананасы стоят 100 песо за 3 штуки. Он сказал, что это сладкие ананасы из лагуны. Мы купили 6 ананасов и пучок репы. Существует местная легенда о девушке по имени Пинан. Она была очень упрямая и ленивая. Однажды ее мать заболела и заставила ее делать работу по дому. Пинан нарочно говорила матери, что не может найти нужные вещи от спичек до половника. Ее мама была так расстроена и сказала, что хотела бы, чтобы у Пинан выросло много глаз. Так она сможет легко найти то, что ищет. В ту ночь Пинан исчезла. А через несколько дней ее мама нашла фрукт по форме, напоминающий голову, со множеством глаз. Мать заплакала, ее сердце было полно сожаления. Она ухаживала за этим растением и назвала его Пинан. Со временем слово Пинан превратилось в Пиня, что на тагальском означает ананас. Теперь вернемся к настоящему. То, как Дарлин разрезала этот ананас, сделала его таким красивым и аппетитным. Она позволила мне и маме сделать первый тест на вкус. Это очень вкусно. Это вообще не сравнится с ананасами, которые продают в России. Какие-то сочные, сладкие, нежные, вкусные фрукты здесь. Даже не передать. Тут в ананасе столько, оказывается, оттенков, вкусов. Чувствуются немножко оттенки дыни. И какие-то вообще незнакомые привкусы. Но очень вкусно. Это непередаваемый вкус. Я думал, что он просто ананас. Просто сладкий, кислый, кисло-сладкий. Но здесь очень вкусный. А вот эти верхушки от ананаса просто приложили к земле, срезанной частью. И периодически будут поливать водой. И они пустят корни и дадут новые ананасы. Их пересадят в другое место, потому что здесь не очень хорошая земля. О, такой стол у нас получился. По-филипински. Конечно же, основа стола это рис. Перепинцы не могут быть без риса. На завтрак у нас были крабы на пару, суп из свинины с капустой и картофелем, рис, а также кусочки арбуза, ананасов и репы. И так далее. Дарлин показала мне, как есть крабов. Это вкусно, но слишком много работы для небольшого количества мяса. Она сказала мне, что большие крабы вкуснее, но такие дорогие. Это свинина с соевый соус с коломансией. Не знаю, что такое коломансия, но такой специфический. Ну привкус и запах очень приятный, очень интересный. После еды мы решили снова поехать в город, чтобы купить местные сим-карты для наших телефонов и попытаться открыть банковский счет для Дарлин. Ехали на мотоцикле, но у него пробило колесо заднее, потому что, видимо, я оказался очень тяжелый, а нас было шесть человек сидело. Поэтому сейчас мы пойдем какое-то время пешком, а они будут ремонтировать мотоцикл. Дарлин оказалась на каблуках. Сейчас нам придется идти. How many kilometers? Такая прогулка получится у нас. Непредвиденная. Такая здесь природа. Кругом манго, разные бананы, пасутся козочки. Там вот рядом с манго папайя. Я все еще не могу поверить, насколько все вокруг зеленое. Вскоре мы добрались до главной дороги. Сейчас мы поедем на джипни. Какой транспорт. Эти джипни делаются на Филиппинах из, видимо, остатков военной техники, военных джипов. Джипни — распространенное средство передвижения на Филиппинах. Обычно они раскрашены в разные яркие цвета. В них может поместиться не менее 20 пассажиров. До пандемии стоимость проезда была всего 10 песо за 10 километров, но потом она выросла до 20 песо. Вот такие маршрутные такси на Филиппинах. Джипни. Интересно, что здесь на Филиппинах в некоторых придорожных магазинах продается бензин в бутылках. Очень удобно, если у вас внезапно закончилось топливо, а поблизости нет бензоколонки. Сегодня мы наслаждались мрачной погодой. И тут вдруг полил дождь, ливень тропический. Рейнин. 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 We on time. Мы успели. И вот он прекратился уже. Надо же, как все быстро здесь меняется. Когда мы приехали в торговый центр, мы купили сим-карты и направились в отдел одежды, чтобы купить летние вещи и тапочки. Рынок здесь большой. И на нем есть различные овощи, фрукты, морепродукты, большинство из которых я никогда раньше не видел. Цены варьируются в зависимости от сезона. Это лобстеры, ребята. Какие разноцветные. Это лобстеры, ребята, какие разноцветные. По дороге домой Даника купила у продавца в автобусе жареные бананы. Это стоило 20 песо за три кусочка бананов, посыпанных тростниковым сахаром. Большинство филиппинцев любят сладкое, поэтому даже мясные блюда и спагетти здесь часто бывают сладкими. Мы приехали в дом детей, где нас ждал Вилли со своим трайсиклом. Дарлин показала задний двор. Здесь растут овощи, а также много щенков и котят. Дарлин сказала, что раньше у них также были свиньи и утки. Вид со двора открывается прекрасный. Широкая полоса рисовых полей и холмов выглядит как фотография. В доме на стене я заметил портрет Дарлин и несколько рукодельных работ. Даниэла учится в университете на стюардессу, а Даника учится в колледже на учителя. Дарлин помогала отправлять своих братьев и сестер в школу и университет, хотя у нее самой не было возможности учиться в колледже. С тех пор, как ее родители разошлись, она стала главным кормильцем в семье. Несколько лет назад она уехала в Малайзию и работала там. Иногда она работала на двух работах в день, чтобы заработать больше денег. На Филиппинах дети, родившиеся первыми, часто становятся основными кормильцами семьи и должны отправлять своих младших братьев и сестер в школу. Дарлин тоже была вынуждена взять на себя эту ответственность, несмотря на свой юный возраст. Субтитры создавал DimaTorzok После обеда мы начали готовить и чистить морепродукты, которые купили на рынке. Эти маленькие рыбки называются телапия. Они дешевые, но вкусные. Большая рыба называется титан, синеперый баллистот или триггер фиш. У нее толстая кожа и острые зубы, которыми она разгрызает кораллы, морских ежей и раковины моллюсков. Ее лучше всего жарить на углях. В гости приехала лучшая подруга Дарлин, Мэри Джейн. Вместе со своим сыном, сестрой и племянниками. Мы подарили детям шоколадные конфеты, которые привезли с собой из России. Это мы подарили для вас из России. Дарлин попрощалась с нами, потому что у нее сегодня вечером работа. Она работает на ближайшей электростанции охранником. Ее муж Десита тоже работает на электростанции, но иногда их смены не совпадают. Приехала одна из тетушек Дарлин. Дарлин со своей семьей, тетя Лайла, мама Вилли. Вскоре после этого к нам приехал еще один друг, Джамар. Мы устроили небольшой праздник в честь нашего прибытия на Филиппины. У нас была жареная рыба, жареные кальмары, манго и несколько напитков, в том числе джин, смешанный с яблочным соком. Что ты пьешь? Это сито. Сито? Это джин. 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 Генебра. Генебра, сито, сито джин. Ага. Сито джин. Это называется сито джин. Сито джин. Только в Лусон. Это не в Минданау. М-м-м-м. Мы провели вечер в беседах. Дарлин рассказала о нашем опыте жизни в России. Все слушались с интересом. Филиппинцы очень ориентированы на семью. Семья стоит на первом месте, несмотря ни на что. Семья Дарлин не богата материальными вещами. Что у них есть в изобилии, так это счастье, поддержка, близкие отношения друг с другом, чувство удовлетворения и переполняющая их любовь друг к другу. Это те вещи, которые никогда не купишь за деньги. И я горжусь и рад, что стал членом этой семьи. Кальмары, скорее всего. Макай их вот в этот, в соевый соус. Ты профессиональный джин. Как мне. Я чувствую себя так комфортно среди филиппинцев, несмотря на языковой барьер и культурные различия. Мы смеемся вместе. И я чувствую, что мне рады. Филиппинский лозунг верен своему слову. На Филиппинах веселее. В следующей серии. Это сладкий десерт. Да. Да, я сделала это для меня, у меня сына. Да. Да. Дарлин его. Дарлин. Очень салендована. Дарлин очень талантлив. Да. Я не смогу. Да. Мурлайн. Суэлла. Кончился бензин, а мы где-то на трассе.